Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2092. По каким уставам жили монахи в монастырях? Кто эти уставы им составлял? И насколько они употребимы в нашей сегодняшней жизни? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Повторяю, что я не против монастырей и не против монашества. Я каждое утро молюсь по лестовке, почеткам, всем святым, конкретно призывая по именам их, до ста имен. Но я не могу согласиться, что что-то может быть выше Библии, превыше Бога. Монастыри должны быть, но с иной целью и с иными уставами. По-житейскому они многое сделали, люди жили, и некоторые из них были счастливы. Но они не евангельское учреждение, они тупик и при том самый тупой и глухой. Проповедь миру там умирает, и начинается великое юродство, великое молчальничество, великое изничтожение себя, как личности. Главное – это их авва, их рупор и их надежда, что Он их приведет на небо. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Воскресший Христос уточнил программу «Минимум», чтобы быть христианином. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично. «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Это посланничество и подобие монашества умышленно отвергло и образовало свой статус непогрешимой греховности. Сидя в пустыне один, человек никогда сам себя не узнает, он может деградировать до уровня парнокопытных, почему некоторые и спасались на четвереньках, как варвар. Если бы только эти два места, приведенные выше, были приняты монахами, то сегодня же пустыни все опустили бы навсегда. Феодор студит. 11 ноября, кавычки открываются. За проступки же он установил епитемии. Для одного известное число поклонов, для одних известное число поклонов, для других усиленный пост, и за каждый проступок соответствующее наказание. Если бы кто не достоял божественной службы, или разбил бы посудину, или по небрежности бросил чем-либо, что-либо, или нерадиво что сделал, или чем-либо оскорбил брата, или по необузданности языка сказал какие-либо лишние слова, или громко засмеялся, или некротко и несмиренно ходил, или разговаривал за трапезой, не слушая душеполезного чтения, или возраптал по поводу пищи, или бесстыдно и дерзко бросал туда и сюда взоры, или иное что подобное сделал. Для всех таковых братьев преподобный Феодор и назначал епитемии, соответственно их проступкам. Слава о таком порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространялась повсюду, и многие другие монастыри, не только по окрестным городам, но и по далеким странам приняли студийский устав и соблюдали его, а иные соблюдают и до ныне. Служба по студийскому уставу была несколько короче, и не так торжественно, как по Иерусалимскому. Кавычки закрыты. Что из этого устава нам не подходит? Его даже просто читать, и то приятно. Ефимий Суздальский. 1 апреля. Кавычки открываются. Когда к преподобному собралось в обитель около 300 человек братьев, и они не могли поместиться в трапезной, то он повелел построить новый храм. Троеточие. Он установил правило, чтобы все иноки безропотно пребывали в послушании, в искренней любви друг к другу, целомудрии и нестяжательности, чтобы никто из них не имел ничего своего, но чтобы все у них было общее, а если узнавал, что кто-либо из братьев имеет собственность, на того налагал и пятимью. Он не допускал разговоров братьев между собой в церкви, а также всегда требовал от них хранить молчание во время трапезы. После трапезы он велел всем расходиться по своим кельям, молча, не вступая при этом ни в какие разговоры друг с другом, и не разрешал посещать чужих келей, за исключением какой-либо крайней нужды. Кавычки закрыты. Савва Освященный, 5 декабря. Кавычки открываются. Основав в Кастелии Кеновию, преподобный Савва употреблял всевозможное старание населить ее мужами добродетельными, в подвигах искушенными иноками. Мирским же людям, желавшим постричься, а также безбородным юношам, он не позволял жить ни в Кастелийской Кеновии, ни в Вилаврию. Для них он построил еще маленькую Кеновию. На Северной стороне и дал им опытных наставников, чтобы поучать начинающих правилам монастырской жизни. Начинающие прежде всего должны были выучивать псалтирь и весь чин молитвенного пения, а также узнать весь иноческий устав, затем приучаться к подвигам и трудам, соблюдать свой ум от мирских суетных воспоминаний и противиться злым помыслам, обуздовать свою волю и быть послушными, кроткими, смиренными, молчаливыми, бодрыми и осторожными, охранять себя от соблазнов вражеских. Кто успешно усваивал себе сие начало иноческой жизни, того преподобный приводил в Большую Кеновию или в Лавру. А некоторых из начинающих, особенно помоложе, он отсылал к крепостному отцу Феодосию, который тогда уже оставил кофесматную церковь и устроил монастырь в 35 стадиях. Кавычки закрыты. Маркел, 29 декабря. Кавычки открываются. Авва с еврейского языка значит отец. Так называли на Востоке наставников иночества. Слава о преподобном Маркеле и об установленном в его обители непрестанном словословии распространилась повсюду. Многие соревновали этому уставу и вводили его в своих монастырях и спрашивая себе наставников у преподобного. И как реки истекали из Едема, так из обители Маркела расходились по всем монастырям, расположенным в разных странах и городах, уставы и обычаи иноческого жития и непрестанного церковного пения. Во всяком монастыре игуменами были иноки из обители Маркела и везде соблюдался чин обители неусыпающих, ибо Маркел был чиноначальником, архимандритом, законодавцем и управителем всех монастырей, какие только были в той стране. Кавычки закрываются. Пафнути Боровский 1 мая Кавычки открываются. Этому же Дионисию и прочим иконописцам Мирианам святой отец заповедовал не вкушать в обители мясо, а есть его в ближайшем селении. Некоторое время они исполняли эту заповедь, потом позабыли и принесли в обитель к себе на ужин вареное бедро и гненка, начиненное яйцами. Когда Дионисий первым из них отведал его, то в начинке нашел множество червей и принужден был выбросить запрещенную пищу с собаком. Кавычки закрыты. Василий Великий 1 января Кавычки открываются. Правила эти служили и служат руководством для жизни иноков всего Востока и в частности для наших русских иноков. В своих правилах Василий отдает преимущество общежительной жизни предотшельнической и уединенной, так как живя вместе с другими, инок имеет более возможности служить делу христианской любви. Василий устанавливает для иноков обязанность беспрекословного послушания настоятелю, предписывает быть гостеприимными по отношению к странникам, хотя запрещает подавать им особые кушания. Пост, молитва и постоянный труд вот чем должны заниматься иноки по правилам Василия, причем, однако, они не должны забывать и о нуждах окружающих их несчастных и больных, нуждающихся в уходе. Когда же представился архиепископ Евсевий на руках Василия, предав дух свой Богу, то на престол архиепископский был возмеден и посвящен соборам епископов Василий. Кавычки закрыты. Ефимий Великий, 20 января, кавычки открываются. Он заповедовал не разговаривать ни в церкви во время богослужения, ни на трапезе, во время еды братьев, но повсюду хранить молчание, внимая Слову Божию. Когда он видел кого-либо из братьев, особенно юных, хотевшего поститься более прочей братьев, то не одобрял этого и не допускал, чтобы брат следовал своей воле, но требовал, чтобы он соблюдал общее со всеми время воздержания и время трапезования. Преподобный наставлял, чтобы брат ел на трапезе с воздержанием, не присыщая чрева, но вкушая менее, чем оно требует, дабы таким образом скрыть свое постничество, не разглашая о нем открыто, а тайно вооружившись против восстающих страстей. Макарий Александрийский 19 января кавычки открываются. Так, например, узнав об иноках, живущих в Тавенском монастыре, что они в течение всей Великой Четыридесятницы ничего не вкушают из приготовленных на огне кушаний. Он положил себе за правило в течение семи лет не вкушать ничего из того, что бывает приготовлено на огне, ни печеных, ни валеных кушаний. Кавычки закрыты. Первое избиение в Раифе. 14 января кавычки открываются. В четвертом и пятых веках по Рождестве Христове гора Синай славилась обилием христианских пустынно-жителей, живших в ущельях и пещерах ее. Троеточие. Оставаясь там, я наслаждался общениями и беседами с ангелоподобными синайскими отцами ежедневно для своей душевной пользы, приходил в келью каждого из них. У них был такой устав. Безмолвными сидели они все дни в своих кельях. Вечером же в субботу, при наступлении воскресного дня, все собирались в церковь и вместе совершали всеночные бдения. Причастившись поутру за святой литургией святых бессмертных христовых тайн, каждый из них снова уходил в свою келью. Вид их был подобен ангельскому, от сильного воздержания и непрестанного бодрствования тела, тела их были изнурены, и они жили подобно бесплотным, не употребляя в пищу ничего такого, что может возбуждать и питать страсти. Они совсем не вкушали ни вина, ни масла, ни хлеба, но довольствовались лишь небольшим количеством фиников или желудей, и только этим поддерживали свою жизнь. Кавычки закрыты. Поплий 25 января кавычки открываются. Он приказывал устраивать тесные кельи, в которых посещал своих учеников очень часто, строго наблюдая, чтобы у них в кельях не было ничего, кроме самого необходимого. Хлеб, который оказывался у монахов, преподобный Поплий, взвешивал на весах, и если у кого находилось более определенного количества хлеба, того называл чревоугодником, чрезмерно заботящимся о своем теле. Тех же, у которых находил приготовленное кушание, называл вкушающими скверну, троеточие. По ночам святой отец не искал себе покоя, а обходил кельи учеников, останавливаясь снаружи у дверей каждого. Молча отходил преподобный, если заставал обитателя кельи на молитве. Если же тот спал, святой поплий ударял рукой в дверь и сурово укорял леностного инока. Кавычки закрыты. Серафим Саровский 2 января Кавычки открываются. Серафим постановил для диевеевских сестер заниматься исключительно трудом, свойственным простому классу людей. Но рисование, шитья шелками и золотом и других подобных работ, требующих некоторого углубления ума и более относящихся к искусству и предметам роскоши, старец не хотел допускать кавычки закрыты. Пахомий Великий 15 мая кавычки открыты. Старец возразил ему, убеждая его идти обратно, чтобы испытать себя, может ли он вынести тот строгий образ жизни, какой ведут ученики Паламона. Он говорил Пахомию, я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеской. Вот она, во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь валеное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжении летнего времени, а зимой мы постимся по два дня подряд или по три. Правило общих молитв 60 раз молиться днем и 60 раз ночью, кроме тех молитв, кои мы творим в каждое мгновение и коих счета мы не знаем. Святой Пахомий позаботился о том, чтобы каждого вступающего в монастырь брата встречали иноки особенно благочестивые и мудрые. Эти иноки превратники каждого нового брата встречали, устраивали и в течение трех лет искуса для облегчения его в монашескую одежду, усердно назидали своими беседами, предохраняя его от всякого зла. Таким образом, новоначальные в Тавиниссе находили опытных и постоянных руководителей и могли благочестиво настроиться в первые же годы своей жизнью в монастыре. Святой Пахумий и сам внимательно наблюдал за новоначальными. При братской трапезе прислуживали особые иноки. Они сменялись через три недели. От этих иноков требовалось постоянное усердие, тем более, что братья вкушали пищу не в одно время. Иноки, служившие при трапезе, в течение трех часов приготовляли, распределяли и раскладывали хлеб, различные овощи и маслины. В дозволенные дни подавали за трапезой сыр, яйца, овощи вареные, похлебку из вареных зерен. Каждый брат подходил к столу в то время, когда желал и принимал свою часть. Но это было только один раз в день. Одни ели в шестом часу, другие в седьмом, иные в восьмом, иные в девятом, десятом, в одиннадцатом, и ныже к вечеру, когда показывались на небе звезды. Некоторые иноки были так строги к себе, что вкушали пищу только один раз в два дня. Вообще, пост, согласно первоначальному уставу, не налагался ни на кого против воли, только более близких к себе иноков святой пахомий склонял поститься, то есть совсем воздерживаться от пищи по средам и пятницам. Но многие иноки сами налагали на себя усиленный пост. Святой пахомий был того мнения, что всякое послушание в обители, исполняемое с усердием, доставляет иноку награду не ниже той, какую получит монах, если будет ревностно поститься, бодрствовать и молиться Богу. Во-вторых, пахомий желал, чтобы имели возможность отдохнуть после труда ревностные труженики, хотя некоторое время. Однако братья, усердно занимавшиеся исполнением своих послушаний, неохотно соглашались на отдых, дозволенный великим Аввою. Они были убеждены в том, что этот мир не есть место отдыха, а напротив, место напряженного труда, постоянной борьбы и самоотверженных подвигов. И что только тот, кто здесь трудится, в будущей жизни получит истинное упокоение и нескончаемое блаженство. И всякий продолжал с усердием заниматься тем делом или ремеслом, какое знал, или вообще какое-нибудь работаю для монастыря, в точности подчиняясь распоряжениям начальника. От всякого инока, какую бы должность ни проходил он в монастыре, требовалось полное подчинение начальнику и, безусловное, точное исполнение устава. Это было главным отличием жизни киновии от жизни отшельнической. В тесном смысле этого слова. В полном послушании был и залог духовного совершенствования киновитов. В послушании было великое нравственное преимущество киновии. Нарушение распоряжения начальников или предписание устава, хотя бы и по ревности о подвижничестве, всегда могло вести к ропоту со стороны других и быть причиной всяких беспорядков в общежитии. Поэтому Пахомий строго наказывал нарушителей долгопослушания, чем бы они не оправдывали себя. Такие случаи бывали и в Тавенессийском общежитии, хотя очень редко. Троеточие. В этих хлебных иноки работали при самой глубокой тишине, содействовавшей и успеху работы, и самособранности духа. Не было здесь разговоров, даже спросить воды или муки нельзя было. Нужные требовали стуком о квашню. Во время работы читали на память заученное из Слова Божия. В одно время в Тавенессийском общежитии было 15 портных, 7 кузнецов, 4 плотника, 15 красильщиков, 20 дубильщиков, 12 погонщиков верблюдов, 20 садовников, 15 сапожников, 12 иноков, приготовлявших покрывало, 10 ночных стражей и 10 переписчиков. Иноки своим трудом приготовляли для обители все необходимое, и лишь немногое им приходилось покупать в городах. Особенно распространено было среди киновитов выделывание рогож, и это не только было хорошим рукоделием для монахов, но и могло усиливать денежные средства кинови, а деньги необходимые были и здесь. Все с усердием должны были исполнять законы общежития, помня, что они назначены одинаково, как для новоначальных, так и для самих начальствующих. Троеточие. В монастыре Пивоу совершали и крещение оглашенных во дни Святой Четыридесятницы. Тогда оглашенных приводили сюда из всех монастырей. Таким образом были между иноками люди, еще не принявшие святого крещения, но готовившиеся к нему были оглашенные. Не желая говорить о бывших ему видениях с целью предостеречь от превозношения тех иноков, которых Господь сподоблял особенных духовных дарований, святой Пахомий сказал, Тот, кто исполнен грехов, не получит благодати духовных видений. Но если ты желаешь иметь прекрасное и замечательное видение, то я укажу тебе на одно из них. Когда ты увидишь человека благочестивого, скромного сердцем, чистого, вот прекраснейшие из видений. Ты видишь Бога невидимого в этом видимом человеке. Не спрашивай другого видения, которое было бы предпочтительнее этого. Кавычки закрыты. Феодосий Печерский 3 мая. Кавычки открываются. Раз эту обитель посетил блаженный Ефрем. От него-то и привел Бог Феодосий познакомиться подобно подробно со студийским уставом монашеского жития. Получив от Ефрема полный список устава святой студийской обители, Феодосий стал во всем ему следовать и в делах своей обители. А впоследствии этот устав приняли и все остальные русские монастыри, следуя примеру древнейшего Печерского монастыря. Троеточие. Преподобный Феодосий усердно поучал учеников своих, возбуждая их к истинному покаянию. Сей преподобный учитель имел обычай каждую ночь обходить кельи и братья. Таким путем он знакомился с образом жизни братья и узнавал степень усердия в подвигах каждого брата. Он радовался и славил Бога, когда обходя кельи слышал молитву инока. Когда же приходилось ему услыхать после вечерней молитвы разговор двух или трех сошедшихся в келью для беседы иноков, то Феодосий, давая знать о своем присутствии, ударял рукой в двери и с сокрушенным сердцем отходил прочь. На следующий день он призывал к себе провинившихся и, не обличая прямо, притчами вызывал их на раскаяние. Кроткий сердцем брат, тотчас сознав свою вину, просил прощения, ожесточенный, думая, что игумен говорит в притчах о постороннем лице, а не о нем самом. Не сознавал со своем поступке до тех пор, пока преподобный прямо не обличив его, не налагал на виновного эпитемию. Троеточие. Во время его жизни иноки, казалось, были равны подвигам своим ангелам Божиим, а монастырь Печерский уподоблялся как бы обители небесной. Троеточие. Преподобный не скрывал в землю, данный ему от Бога талант крепости телесной, но всегда, веселясь духом, своей бодростью подкреплял и других, убеждая никогда не ослабевать в усердии к своему делу. Когда преподобному случалось услышать о каком-нибудь кушании, что оно совершается не с благословения старшего и вопреки иноческим правилам, то, называя это кушание вражеским, он не позволял, чтобы благословенное его стадо вкусило его. Приготовленную же таким образом пищу приказывал бросать в воду или в огонь. Так случалось и тогда, когда преподобный с братьей отправлялся на праздник святого великомученика Димитрия в соседний монастырь имени сего святого. В этот день какими-то благочестивыми людьми были присланы в монастырь очень вкусные хлебы. Феодосий велел келарю подать их в тот же день к трапезе оставшиеся братья. Но келарь не послушался его приказания, думая про себя. Вот когда все братья соберутся завтра, тогда и подам к обеду эти хлебы, а сегодня оставшиеся иноки пусть едят обыкновенный монастырский хлеб. Так он и поступил. На следующий день к обеду возвратился в монастырь игумен с братьями. Во время трапезы преподобный заметив, что поданный именно присланный в дар хлеба, позвал келаря и спросил его, откуда эти хлебы? Келарь отвечал, хлебы эти принесены еще вчера, но я не подал их в тот день, потому что на обеде присутствовало мало братьев, я думал, что лучше предложить вкусные хлебы всей братьи, когда они соберутся вместе. Преподобный же сказал ему, лучше бы было тебе не заботиться о наступающем дне, а делать по моему приказанию, ведь Господь всегда о нас пекущийся и сегодня подал бы нам все, что необходимо и даже более того. Затем он велел собрать нарезанные ломти хлеба в корзину и кинуть их в реку, а на келаря, как на ослушавшегося его приказания, наложил и пятимью. Так он поступал и с другими иноками, когда они в чем-нибудь ослушивались старших. Он часто обходил кельи, и если находил у кого лишнее, не положенное по уставу, было ли то пища, одежда или еще что-то другое, он брал это и бросал в печь, как исходящее от дьявола и противное уставу монастырскому. Кавычки закрыты. Макарий Калязинский, 17 марта. Кавычки открываются. Нашел для себя место, соответствовавшее его желаниям, невдалеке от Кашина, Кашина, в 18 верстах близ реки Волги, между двух небольших озер, в густом лесу. Здесь он поставил себе келью и стал подвязаться в посте, молитве и бдении. Никто не мешал его уединенному подвигу, троеточие. Он ввел строгий порядок монастырского общежития со строгим уставом. Он установил правило не держать в обители хмельного питья, не есть и не пить по кельям, а только в общей трапезе. Сам он показывал пример строгой жизни, трудолюбия и смирения. Со всеми он обращался просто и ласково. При встрече с каждым из своих братьев, невзирая на возраст, он говорил «Старчушка добрый» и называл по имени. «Старчушка добрый» и называл по имени. Устав монастырской жизни, введенный преподобным Макалем, был такой строгий, что не все могли соблюдать его так, как желал основатель обители. Один за другим смещены были два игумена за нарушение сего устава». Кавычки закрыты. Феодосий Василий Печерский 11 августа Кавычки открываются. «Во время пребывания преподобного Феодора в этой пещере дьявол поселил в нем скорбь и сожаление о розданном нищем имении, приводя ему на ум преклонность лет, слабость здоровья и скудость монастырской пищи». Троеточие. «Думаю, что к тебе приходил в моем образе бес. Если хочешь убедиться, сделай так. Не позволяй никому из пришедших к тебе начинать беседы с тобою, прежде чем он не сотворит молитвы Иисусовой. Если вошедший не захочет, тогда узнаешь, что он есть бес». После этого преподобный Василий сотворил молитву запрещения, призывая на помощь святых, и, наставив Феодора, ушел в монастырь свою келью. Бес не дерзнул снова явиться преподобному Феодору, и для него стало явно коварство обольстителя. С той поры он заставлял каждого приходящего к нему прежде всего сотворить молитву Иисусову, и потом уже беседовал с ним. кавычки закрыт. Сергий Радонежский, 25 сентября, кавычки открываются. С любовью принимал святой игумен всех приходящих, но, зная на опыте трудность монашеской жизни, не скоро постригал их. Обыкновенно он приказывал облечь приходившего в длинную одежду из черного сукна, и повелевал ему исполнять вместе с прочими иноками какое-либо послушание. Так поступал он для того, чтобы вновь прибывший мог узнать весь устав монастырский. Лишь после долгого испытания преподобный Сергий постригал прибывшего в мантию и давал клобук. Тройточие. Так преподобный строго запрещал инокам после повечеря выходить из своих кельи и вступать в беседу друг с другом. Тройточие. Если же он слышал недозволенную беседу или заставлял кого-либо засуетным занятием, то постучав в дверь или окно отходил далее. На следующий же день он призывал к себе такого инока и вступал с ним в беседу. Послушный инок сознавался, просил прощения и Сергий с отеческой любовью прощал его. На непокоряющего же он налагал епитимью. Кавычки закрыты.